Глава четвертая. Рахат-Лукум. — Какой ты породы? — снова спросила колдунья. — Ты что, гном-переросток, который обрезал бороду? — Нет, Ваше Величество, у меня еще нет бороды, я мальчик. — Мальчик! — воскликнула колдунья. — Ты хочешь сказать, что ты сын Адама? Эдмунд стоял, не двигаясь и молча. К этому времени в голове у него был такой яролаж, что он не понял вопроса королевы. — Я вижу, что ты олух, кем бы ты еще не был, — промолвила королева. — Отвечай мне, наконец, пока у меня не лопнуло терпение, ты человек? — Да, Ваше Величество, — сказал Эдмунд. — А как ты, интересно, знать попал в мое владение? — Простите, Ваше Величество, я прошел сквозь плотяной шкаф. — Плотяной шкаф? Что ты имеешь в виду? — Я отворил дверцу и очутился здесь, Ваше Величество, — пролепетал Эдмунд. — Ха! — сказала королева, — скорее самой себе, чем ему, — дверцу. Дверь из мира людей, я слышал о подобных вещах. Это может все погубить. Но он всего один, и с ним не трудно справиться. С этими словами колдунья привстала с сиденья и взглянула Эдмунду прямо в лицо. Глаза ее сверкали. Она подняла волшебную палочку. Эдмунд был уверен, что колдунья собирается сделать с ним что-то ужасное, но не мог и шевельнуться. И тут, когда мальчик окончательно решил, что пропал, она, видимо, передумала. — Бедное мое дитя! — проговорила она со всем другим тоном. — Ты верно замерз? — Иди сюда. Садись рядом со мной в сани. Я закутаю тебя в свой плащ, и мы потолкуем. Хотя Эдмунду это предложение пришлось не совсем по вкусу, он не решил возражать. Он забрался в сани и сел у ее ног, а колдунья накинула на него полу плаща и хорошенько подоткнула мех со всех сторон. — Не хочешь ли выпить чего-нибудь горяченького? — спросила она. — Да, пожалуйста, ваше величество, — сказал Эдмунд. Зубы у него стучали от страха и холода. Откуда-то из складок плаща колдунья вынула небольшую бутылочку, сделанную из желтого металла, похожего на медь. Вытянув руку, она капнула из бутылочки одну каплю на снег возле саней. Эдмунд видел, как капля сверкнула в воздухе, подобно бриллианту. Следующую секунду она коснулась снега, послышалось шипение, и перед ним, откуда ни возьмись, возник покрытый драгоценными камнями кубок с неведомой жидкостью, от которой шел пар. Гном тут же схватил его и подал Эдмунду с поклоном и улыбкой, не очень-то приятный, по правде говоря. Как только Эдмунд принялся потягивать это сладкое, пенищееся, густое питье, ему стало гораздо лучше. Он никогда не пробовал ничего похожего, питье согрело Эдмунда с ног до головы. — Скучно пить и не есть при этом, — сказала королева. — Чего бы тебе хотелось больше всего, сын Адама? — Если можно, ваше величество, то рахат лукума, — проговорил Эдмунд. Королева вновь капнула на снег одну каплю из медного флакона. В тот же миг капля превратилась в круглую коробку, перевязанную зеленой шелковой лентой. Когда Эдмунд ее открыл, она оказалась полна великолепного рахат лукума. Каждый кусочек был насквозь прозрачный и очень сладкий. Эдмунду в жизни еще не доводилось отведывать такого вкусного рахат лукума. Он уже совсем согрелся и чувствовал себя превосходно. Пока он лакомился, колдунья задавала ему вопрос за вопросом. Сперва Эдмунд старался не забывать, что невежливо говорит с полным ртом. Но скоро он думал только об одном — как бы запихнуть в рот побольше рахат лукума. И чем больше он его ел, тем больше ему хотелось еще. И он ни разу не задумался над тем, почему колдунья расспрашивает его с таким любопытством. Она заставила его рассказать, что у него есть брат и две сестры, и что одна из сестер уже побывала в Нарнии и встретила тут фавна, и что никто, кроме него и самого его брата и сестер, ничего о Нарнии не знает. Особенно заинтересовало ее то, что их четверо. И она снова и снова к этому возвращалась. «Ты уверен, что вас четверо?» — спрашивала она. «Два сына Адама и две дочери Евы, ни больше, ни меньше». И Эдмунд, набив рот рахат лукуму, снова и снова отвечал. «Да, я уже вам говорил. Он забывал добавлять ваше величество, но она, судя по всему, не обращала на это внимания». Наконец рахат лукумам было покончено. Эдмунд во все глаза уставился на пустую коробку. Вдруг колдунья спросит, не хочет ли он еще. Возможно, она догадывалась, о чем он думает. Ведь колдунья знала, что это волшебный рахат лукум. И тому, кто хоть раз его попробует, хочется еще и еще, и если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не лопнет. Но она не предложила Эдмунту больше. Вместо этого она ему сказала. «Сын Адама, мне было бы очень приятно повидать твоего брата и твоего дочери». Их двух сестер. Не приведешь ли ты их ко мне в гости? «Попробую», — сказал Эдмунд, все еще не отводя глаз с пустой коробки. «Если ты снова сюда придешь, конечно, вместе с ними, я опять угощу тебя рахат лукумом. Сейчас я не могу этого сделать, магия больше не подействует. Другое дело у меня в замке». «Почему бы нам не поехать сейчас к вам?» — спросил Эдмунд. Когда колдунья предлагала ему сесть к ней в сани, он испугался. Как бы она ни увезла его куда-нибудь далеко, в неизвестное место, откуда он не сумеет найти дорогу назад. Но теперь он позабыл всякий страх. «Мой замок очень красив», — сказала колдунья. «Я уверена, что тебе там понравится. Там есть комнаты с полу до потолка, заставленные коробками с рахат лукумом. И вот что еще. У меня нет своих детей. Я хочу усыновить славного мальчика и сделать его принцем. Когда я умру, он станет королем на рне. Принц будет носить золотую корону и целый день есть рахат лукум, а ты — самый умный и красивый мальчик из всех, кого я встречала. Я была бы не прочь сделать тебя принцем. Потом. Когда ты приведешь ко мне остальных? — А почему не сейчас? — спросила Эдмунд. Лицо его раскраснелось, рот и руки были липкие от рахат лукума. Он не выглядел ни красивым, ни умным, что бы там ни говорила королева. — Если я возьму тебя с собой, — сказала она, — я же не увижу твоих сестер и брата. Мне бы очень хотелось познакомиться с твоими милыми родственниками. Ты будешь принцем, а позже королем это решено. Но тебе нужны придворные, люди благородной крови. Я сделаю твоего брата герцогом, а сестер — герцогинями. — Но у них-то нет ничего особенного, — проворчал Эдмунд. — И во всяком случае, мне ничего не стоит привезти их сюда в любой другой день. — Да, но попав в мой замок, — сказала колдунья, — ты можешь про них забыть. Тебе там так понравится, что ты не захочешь уходить ради того, чтобы привезти их. Нет, сейчас ты должен вернуться к себе в страну и прийти ко мне в другой раз вместе с ними. Понимаешь? Приходить одному нет толку. — Но я не знаю дороги домой, — заскулил Эдмунд. — Ее нетрудно найти, — сказала колдунья. — Видишь фонарный столб? Она протянула волшебную палочку, и Эдмунд увидел тот самый фонарь, под которым Люси повстречалась с фаумом. Прямо за ним лежит путь в страну людей. — А теперь посмотри сюда, — она указала в противоположную сторону. — Видишь два невысоких халмана за деревьями? — Вижу, — сказал Эдмунд. — Мой замок стоит как раз между этими халмами. — Когда ты придешь сюда в следующий раз, подойди к фонарю и поищи оттуда эти два холма. — А потом иди по лесу, пока не дойдешь до моего замка. — Но помни, ты должен привезти всех остальных. Если ты явишься один, я могу сильно рассердиться. — Постараюсь, — сказала Эдмунд. — Да, между прочим, — добавила колдунья, — лучше не рассказывай обо мне. Пусть это останется нашей тайной. — Так будет куда интереснее, правда? — Устроим им сюрприз. — Просто приведи их к двум холмам. — Такой умный мальчик, как ты, придумает способ, как это сделать. — А когда вы подойдете к моему замку, скажи, — давайте посмотрим, кто тут живет. Или что-нибудь в этом роде. — Я уверена, что так будет лучше всего. — Если твоя сестра повстречалась здесь с фауном, она, возможно, наслушалась обо мне всяких небылиц и побоится прийти ко мне в гости. Фауны способны наговорить чего угодно. — Ну а теперь, простите меня, — прервал ее в руку Эдмунд. — Нельзя ли получить еще один-единственный кусочек раха от лукума на дорогу? — Нет, — со смехом ответила королева. — Придется тебе подождать до следующего раза. И она велела гнома трогаться с места. Когда сани были уже далеко, королева помахала Эдмунту рукой и закричала. — В следующий раз! Не забудь! Скорее возвращайся! Эдмунд все еще стоял, уставившись на то место, где скрылись сани, когда услышал, что кто-то зовет его по имени. Оглянувшись, он увидел, что с противоположной стороны из леса к нему спешит Люси. — Ах, Эдмунд! — вскричала Анна. — Значит, ты тоже сюда попал? Ну неудивительно ли? Теперь... — Да-да! — прервал ее Эдмунд. — Я вижу теперь, что ты была права, и шкаф на самом деле волшебный. Могу извиниться перед тобой, если хочешь. Но где, скажи на милость, ты была все это время, я тебя везде искал. — Если бы я знала, что ты тоже здесь, я бы тебя подождала! — сказала Люси. Она была так рада и так возбуждена, что не заметила, какое красное и странное лицо у Эдмунда, и как грубо он говорит. — Я завтракала с мистером Тавнусом Фавном. У него все в порядке. Белая колдунья ничего не сделала ему за то, что он меня отпустил. Он думает, что она ничего об этом не знает, и в конце концов все обойдется благополучно. — Белая колдунья? — повторяла Эдмунд. — Кто это? — О, совершенно ужасная личность! — сказала Люси. Она называет себя королевой Нарнией, хотя на это у нее нет никаких прав. И все фавны, и дриады, и наяды, и гномы, и животные, во всяком случае, все хорошие, прямо ненавидят ее. Она может обратить кого угодно в камень и делать другие страшные вещи. И она так заколдовала Нарнию, что здесь всегда зима. Всегда зима, а Нового года и весны все нет и нет. Она ездит по лесу в санях, запряженных белыми оленями, с волшебной палочкой в руке и с короной на голове. Эдмунд Туэй и так уже было не по себе, а от слишком большого количества сладкого. Когда он узнал, что дама, так щедро его угощавшая страшная колдунья, ему стало совсем скверно. Но Рахат Лукума ему по-прежнему хотелось больше всего на свете. — Кто наболтал тебе всю эту чепуху о белой колдунье? — спросил он. — Мистер Тамнус, он фаун, — ответила Люси. — Нельзя верить фаунам, — отрезал Эдмунд с таким видом, словно куда ближе знаком с фаунами, чем она. — Откуда ты знаешь? — поинтересовалась Люси. — Это всем известно, — ответил Эдмунд. — Кого хочешь, спроси. — Ну что толку торчать здесь в снегу? Пошли домой. — Пошли, — откликнулась Люси. — Ах, Эдмунд, я так рада, что ты сюда попал. Теперь-то Питер и Сьюзен поверят, что Нарния есть на самом деле, раз мы оба побывали тут. Вот будет весело. Эдмунд подумал, что ему будет далеко не так весело, как ей. Ему ведь придется признаться перед всеми, что Люси была права. К тому же он не сомневался в том, что брат и сестра примут в сторону фаунов и зверей, а сам он был на стороне колдуны. Он не представлял, что он скажет и как сможет сохранить свою тайну, если все трое начнут рассуждать о Нарнии. Тем временем они прошли немалое расстояние и внезапно почувствовали, что вокруг них не колючие ветки елей, а мягкие шубы, и через минуту они уже стояли в пустой комнате перед шкафом. — Послушай, Эд, — сказала Люси, — как ты себя чувствуешь? У тебя ужасный вид. — У меня все в порядке, — сказал Эдмунд, но это было неправдой. Его сильно мутило. — Тогда идем, поищем остальных. У нас есть, что им порассказать. А какие удивительные нас ждут приключения, раз теперь мы все будем участвовать в них. Субтитры делал DimaTorzok